привет из кривого рога у нас сегодня жаркий день парит в тени плюс 32 и на некоторых сайтах синоптиков стоит в кривом роге дождь на некоторых нету дождя и мы решили не рисковать потому что если промокнет земля и мы будем ждать пока просохнет то он точно уже перестает хотя вот стрелки они совершенно не лопнули но чеснок готов вот эти курочки отпадают так что он уже даже отставал в общем мы решили не рисковать копаем чеснок сегодня сейчас вот так выкопаем в ящики отнесем в летнюю кухню или в сарай помещение которое хорошо проветривается и он будет досыхать вот так не обрезанный копаем чеснок дождик у нас так и не пошел чеснок весь мы выкопали я не такой уж специалист но я считаю что чеснок мы даже передержали он не должен вот так треснуть ну такое треснул значит треснула что делать разделились вон зубки так что надо было даже раньше копать но вот так не угадаешь вот смотрите стрелка каком состоянии если на нее ориентироваться то у нас чеснок изгнить может земле поэтому вот эти старинные способы мы и садим не так раньше садили до благовещения тетя моя покойная говорила не можно землю займаты до благовещения шо вы роботы ну а мы же все пораньше чтобы пораньше урожай получить вот поэтому и все она сдвинулась и уже на вот эти ориентиры можно и не ориентироваться вот а вот это карамболь при чесночный лук лук чеснок называют вот такие огромные головы вот в сравнении с чесноком обычным такой вот покажу вот это 1 зубок вот если посадить вот эту вот такую маленькую вот эту чесночку то вырастает вот такой 1 зубок и нас вот осенью я его посажу и на следующий год вырастет вот такая голова но смотрите что ошибка какая вот его надо было еще подержать в земле вот зеленый какой он еще но ой в общем опыт большое дело но никак он не накапливается вот он зеленый еще такой но в чем еще причина почему я считаю что чеснок не надо садить возле клубники вот смотрите клубнику мне надо было полить а чеснок там посажен рядом и вот он видите влажный земля там влажный а если бы я ждала пока просохнет клубники уже некогда ждать она у меня болеет ее надо уже обрезать удобрять поливать и обрабатывать от болезней и вредителей завтра клубники поговорим хочу сказать что клубника у меня заболела не вся конечно заболела вот эта купчиха которую я купила в прошлом году ну получается так что мне продали ее больной уже или как это получается потому что рекомендуют ее выбросить но для себя я не жалко я ее только купила и уже вы а заболела она покудрявились у нее листья и сколько я смотрела рекомендуют просто выбрасывать но я под она далеко от другой клубники она не заразит поэтому я решила все таки выбросить я всегда успею если на следующий год я увижу снова это заболевание конечно выкопаю и выпрошу без сожаления но сейчас я ее хочу обрезать обработать от болезней от вредителей и хорошо подкормить и заболела гигантелла у гигантеллы другое заболевание рыжие листья в общем о клубнике поговорим завтра желаю всем тихой доброй ночи хороших урожаев чеснок ставим в проветриваемое помещение и он будет там досыхать жужа по дорожке ходит очень умная у нас собака всего доброго друзья